здравствуйте с вами элина и мой канал и наф довольно сегодня говорю довольно нацизма довольно фашизма во всех странах и сегодня я поговорю о нацистах украине и нацистах в россии практически в любой стране есть так называемые ультраправые какие-то еще нацистские экстремистские партии это существует везде но раз российская пропаганда использует это в таком виде что вот динацификации украины что там каких-то нацистов мифических ищут давайте посмотрим на нацистов россии на нацистов украине потому что нацисты как искал есть в каждой стране и сколько их там мы сейчас узнаем итак поехали вот кстати канал популярная политика канал алексея навального выпустил интересное видео по поводу того как нацисты воюют за путина давайте полюбуемся на этих людей господин краины его на своей странице в соцсети вконтакте выложил россиянин антон раевский и так это антон раевский познакомьтесь давайте посмотрим что он из себя представляет в данном случае предоставим ему слово на данный момент я считаю себя убежденным сторонником царского самодержавия абсолютной монархии поездка на православных христианин предсказание русско-православной церкви московской приорхата считаю себя русским националистом но нацистом фашистом я себя не считаю он стал более умеренным один из принципов остался неизменным за идею можно убивать наш командир роты нашего добровольческого батальона сказал следующее что случае взятия пленов сейчас в украине есть десятки ультраправлев которые готовы убивать украинцев за идею фотки с их татуировками и другими следами русского мира гуляют по интернету минобороны охотно берет таких добровольцев на фронт это война не за украину это война не за газ за мир за нато это война за будущее белой нации за будущее белой цивилизации за будущее белой россии показатель полюбуйтесь на этих нацистов фашистов расистов из нашей собственной страны россии откуда я знаю потому что я тоже смотрела множество было роликов на ютубе когда эти я не знаю как их назвать людьми не поза не получается сами публикуют про себя видео в интернете где они избивают так называемых черных гордятся своими татуировками с фашистской символикой и при этом они туда же лезут кого-то там денатифицировать просто теперь поговорим о конкретных организациях то есть это не просто какие-то отдельные люди потому что отдельные люди есть тоже везде и организации собственно есть везде но давайте рассмотрим что это за организации чем они конкретно занимаются например вот давайте посмотрим на одна из таких двух основных организаций разделение русского имперского движения русский национальный регион организация это организация ну вполне ультраправая но при этом они являются православными монархистами и вот эти православные монархисты много вам из видео я показывать не буду вы можете посмотреть их на канале популярная политика вот но давайте посмотрим на лидера этой группировки здесь есть кое-что интересное лидер этой группировки Денис Гориев возглавляет его Денис Гориев значит имперский легион это название отряда который с 14 по 16 год воевал на донбассе правильно звучит как имперский легион то есть это обратите внимание вот этот человек российский гражданин это к моему предыдущему видео о том кто начал войну на донбассе он признает что российские граждане воевали на территории украины в 2014 2016 году и то есть вот он прям конкретно говорит что они там воевали что там делали российские граждане вооруженные российские граждане они там создали конфликт под руководством офицеров ФСБ и ГРУ таких как Гиркин Стрелков это министр обороны Донецкой Республики так называемый это Игорь Плотницкий министр глава Луганской Республики то есть это были российские граждане как я говорю в своем предыдущем видео кто начал войну на Донбассе советую вам посмотреть поэтому подробно здесь говорить не буду то есть это люди которые создали конфликт в Украине в Крыму конкретно потом на Донбассе и вот этот человек один из этих людей то есть которые там воевали которые создали этот конфликт развязали эту войну войну это начал Путин и вот это одно из доказательств это и на это я хотела обратить ваше внимание вот на этом видео сообщество православных русских мужчин которые для которых война на Украине это религиозная война я сейчас умру от смеха религиозная война русская православная церковь и украинская православная церковь это одно и то же война за русскую православную церковь прежде всего еще одна причина войны война за русскую православную церковь а мы не знали что же там российская армия делает в Украине она оказывается за православную церковь воюет ну вот посмешнее что-нибудь еще придумал бы честное слово я что-то ни в одной религиозной книге не видела где написано что что заповедь не убий имеет оговорку не убий но если Путин сказал что можно то это хорошо можно убивать все полюбуйтесь бог царь нация бог царь нация а что тут еще было сказано очень интересно посмотреть о да что ж такое бог царь нация мы русские с нами бог оказывается вот если вы где-то сомневались с кем находится бог вот он оказывается с русскими находится куда оторвать как бы русский народ Украины от матери церкви да сейчас мы все будем заботиться о русском народе Украины которого отрывают от матери церкви кошмар какой более того вот этот вот гражданин создал клуб создал организацию также активно участвует в войне вот и сейчас это активно участвует в войне вот и сейчас это активно участвует в войне сейчас он не только возглавляет легион но и руководит центром боевой подготовки партизан центр боевой подготовки партизан тренирует террористов на территории российской федерации в городе Санкт-Петербурге как вы можете увидеть на их веб-сайте где он тут у нас вот он работает с артиллерией в общем так называемую специальную военную операцию на Украине центр партизан находится в Петербурге вот полюбуйтесь более четырех тысяч выпускников тренируем с 2012 года при этом он заявляет что вот именно эти люди которых тренировали в центре партизан воюют в чужих странах они воюют конкретно в Украине то есть это центр подготовки террористов более того Швеция когда происходило в Швеции происходил террористический акт и вот его тоже проследили к этому центру подготовки партизан здесь можно научиться работать с артиллерией управлять беспилотниками и даже штурмовать города если посмотреть фотографии выпускников многие держат в руках имперские флаги при этом сам Гариев говорит что партизан свободен от идеологии центр у нас на вне политики находится у нас разные политики так сделал и сам Гариев но тех кто не хотел ехать сам Кремль пытался вербовать националисты были первые и они приезжали к нам в Петербург что в партизане учились экстремисты националисты устроившие взрыв у офиса левых активистов в Гетебурге на самом деле мы действительно знаем этих людей они приезжали к нам в Петербург мы общались заметьте он даже не отрицает что они там были ну конечно никакого обучения да конечно никакого обучения шведов здесь и засылание их на территорию скандинавских стран для подрывной деятельности нами не велось мы еще поговорим с вами о русском международном форуме я вам о нем уже говорил но я напомню а вот снова господин в 2014 году я заезжал по линии так скажем есть такая организация Русский общеленский союз они взаимодействовали тогда с Игорем Ивановичем Стрелковым он же больше известен как Игорь Гилькин в 2015 году я заходил снова от Игоря Ивановича Стрелкова а если бы точнее по линии общественного движения Новороссии то есть полюбуйтесь опять российский гражданин подтверждает что он вместе с офицером ФСБ Стрелковым устраивал конфликт и начал войну в Украине в 2014-2015 году то есть он этого не отрицает я хочу сказать я таких свидетельств видела много то есть я все эти годы отслеживала эту информацию и в тот момент я очень внимательно за этим наблюдала и что я видела вот они многие из них были вот такие же нахальные наглые я бы сказала и уверенные в себе бандиты они не скрывали что они российские граждане они охотно давали интервью различным новостям поэтому вот это вот один из примеров почему я согласна вот с этим видео потому что я видел такие примеры еще в 2014 году и почему я например с доверием отношусь к словам Стрелкова в данном случае который сказал что я сам начал эту войну я первые выстрелы выстрелил и так далее и что там были именно российские граждане потому что это подтверждается множеством других доказательств и вот это вот одно из доказательств того что российские граждане с российскими паспортами начали войну на Донбассе и участвовали вот в захвате Крыма и отторжении вот Украины и нелегальном захвате Крыма родился конфликт с лидером одесского права теперь я хочу вам показать еще нескольких еще одну группировку это группировка русич по нерепутации других ультраправых по Сарману именно про них пишет немецкая разведка дескать это вторая неонацистская группировка после имперского легиона а вот ее лидер Алексей Мельчаков я прям говорю я нацист он даже этого не скрывает Мельчаков известен аж с 2011 года тогда в своем ВК он выложил тело мертвого щенка которого сам же убил на других снимках будущий нацист показывает отрезанную голову животного а также себя любимого поедающего мясо что он тогда написал в свое время господин Мельчаков у животных тоже есть права я уважаю их право быть первое вкусными второе прожаренными третье не иметь много жилых костей сегодня еще раз убедился что собака не только друг человека но и хороший шашлычок публикация снимков вызвала широкий резонанс было составлено коллективное обращение в прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга которые поддержали более 5,5 тысяч человек под давлением общественности по факту опубликования снимков была проведена прокурорская проверка то есть он не скрывает что имеет нацистские убеждения и кстати вот на это обратите внимание что Мельчаков принимал участие в международном русском консервативном форуме собрании крайне правых и консервативных активистов со всего мира проходившем 22 марта 2015 года в городе Санкт-Петербурге вот он этот форум я вам о нем говорила это совершенно открыто ряд партий нацистских практически из разных стран участвовал в этом форуме и в том числе из России под патронажем Рогозина Дмитрия Рогозина например приезд этих партий в Россию оплачивался Россией и в том числе за наши деньги так сказать налогоплательщиков им оплачивали перелеты и гостиницы и там их учили как дестабилизировать деятельность в своих странах жизнь своих стран точно так же как господин Гариев тренировал бандитов и теперь тренирует которые воевали в Сирии которые воевали на Донбассе у себя в центре партизан в городе Санкт-Петербурге о котором мы говорили вот они эти эти партии и они приехали в Санкт-Петербург на русский национальный форум в 2015 году пожалуйста вот это сама группировка русич диверсионно-штурмовая разведывательная группа боевой отряд русских не нацистов принимавшие участие в российско-украинской войне как на стороне самоправовозглашенных республик войны на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 так и во вторжении в Украину сейчас то есть вот конкретно чем занимаются эти русские нацисты ну дальше вы сможете посмотреть у себя в саму видео я думаю я сильно подробно на нем останавливаться не буду но тем не менее некоторые другие нацисты позвали поздравляют здесь Гитлера с днем рождения и так далее и так далее то есть вот конкретно то о чем сам мельчаков где-то здесь даже утверждает что он примерно вот здесь я приехал убивать украинцев ну в принципе все мы последний оплот русской нации мы дети степей и лесов в венах которых текут ручьи и реки Донбасса мы русские и мы злы вот что это такое это называется фашизм это называется нацизм вот вам пожалуйста те кто воюет на стороне Путина и пришел чего-то там кого-то там геноцифицировать хорошо давайте обратимся теперь к украинской стороне ультраправые партии в Украине по данным негосударственной организации Freedom House которая в общем-то американская организация которая как это не для прибыли созданная бесприбыльная организация которая существует с 1941 года и которая занималась исследованиями по демократии политическим свободам и правам человека вот они провели исследование вот они называют допустим три партии в Украине политических как экстремистские свободы национальный корпс и правый сектор я могу это подтвердить по своим исследованиям тоже то есть я занималась исследованиями это еще в 2014 году что да приблизительно вот можно рассчитывать что вот эти вот партии можно отнести скажем так нацистским или ультраправом и согласно этому отчету ни одна из трех партий не получила достаточное количество голосов чтобы даже быть представленным в общем-то в парламенте пожалуйста вот статья о 2014 году украинские президентские выборы опять же я ссылаюсь на википедию только тогда когда это подтверждается другими исследованиями которые я проводила и поэтому в Украине то есть я многие исследования проводила и если только это подтверждается чем-то еще более надежным только тогда я ссылаюсь на википедию потому что здесь проще в одном месте показать больше информации вот давайте посмотрим допустим в 2014 году вот эти партии кандидаты от этих партий вот допустим свобода эта партия упоминалась как ультраправая сколько они набрали 1,16 процента голосов вот он правый сектор 0,7 то есть 1,86 процента голосов на свободных выборах в Украине в 2014 году вместе взятые эти обе партии набрали если украинцы такие нацисты почему они не избрали своих представителей и не сделали допустим президентом не сделали и так далее на самом деле победил Петро Порошенко оказывается вовсе не какие-то мифические нацисты хорошо давайте посмотрим 2019 год Зеленский выиграл 73 процента и 22 сотых голосов то есть огромное большинство проголосовало за господина Зеленского но нас сейчас не интересует господин Зеленский нас интересуют ультраправые партии из которых осталась практически только партия свобода вот она и они набрали 1,62 процента голосов это были свободные выборы там не стояли люди с автоматами как в России как вернее в Крыму там Гиркин Стрелков загонял под дулами автоматов депутатов в зал чтобы они проголосовали за то что референдум вообще нужен то есть здесь были свободные выборы выбирай кого хочешь и что мы видим остальные партии вообще сюда не попали можете посмотреть можете перевести сами это все и что где нацисты какие нацисты поэтому ерунду говорить не надо нацистов я вам показала нацисты маршировали по российскому городу Санкт-Петербургу на международном форуме так называемом приглашенные за деньги россиян которые оплатили им гостиницы и перелеты нацисты нацисты это те которые в видео которые сейчас показывают популярная политика украшают себя свастикой и ходят избивают так называемых черных и публикуют видео о себе они любят покрасоваться они публикуют видео о себе на различных ютуб в ютуб видео допустим в тиктоке там теперь тогда ютуба не было еще вернее тиктока то есть вот о чем здесь можно вообще говорить а уж после той резни которую устроили в буче и после того что сотворили с Украиной в 2022 году когда Путин вторгся и развязал полномасштабную войну в стране в Украине под предлогом защиты каких-то там русскоговорящего населения под предлогом борьбы с нацистами при этом русич иностранный российский легион реальные нацисты которые воюют в Украине в общем меньше надо слушать российскую пропаганду ни слова правды там нет это бесполезная трата времени пожалуйста проверяйте информацию которую я вам предоставила спасибо вам за внимание ссылки я дам в описании к этому видео как и ко многим другим видео то о чем я говорю вы можете сами проверить пойти узнать перевести сделать что-то есть русские версии вот этих вот статей про президентские выборы но там много информации и я не стала проверять часто российская информация не соответствует действительности потому что там уже поработали над этими статьями пропагандисты путинские именно поэтому он пытается запретить английскую википедию потому что над ней он не может потрудиться и исправить там многое вот поэтому благодарю вас за внимание хорошего вам дня образовывайте себя в комментариях спасибо 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 Продолжение следует...